Телеканал КРТ представляет Труда США обнародовала статистику по безработице, согласно которой на 21 марта количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось за неделю на 3 миллиона 280 тысяч человек, в то время как за две недели до этого показатель составлял всего 211 тысяч, что согласно информации агентства Bloomberg было близко к полувековому минимуму. Данные на 21 марта не просто побили рекорд 1982 года, они побили его в 4,5 раза. При этом консенсус прогноз экономистов, опрошенных Доу Джонс, составлял всего 1,5 миллиона обращений, в два с листьем раза меньше, чем оказалось в реале. Казалось бы, при таких цифрах индекс Доу Джонса должен рухнуть, как 10 днями ранее. Но он очень вяло среагировал на данные Министерства труда, а уже 27 марта пополз вверх. Дело в том, что на тот момент советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу огласил общую сумму помощи, выделяемой властями США на борьбу с коронавирусом. Фантастические 6 триллионов долларов. Из них 2 триллиона – это средства государственного бюджета, еще 4 триллиона – кредиты Федеральной резервной системы. Для понимания, это единоразовое вливание превышает 7% мирового ВВП. Что касается бюджетной помощи, то 1 триллион долларов – это раздача денег населению. По 1 тысячи на взрослого и по 500 долларов на ребенка. 2 триллион бюджетных денег предназначается на налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса и физических лиц, а также на расширение программы пособий по безработице. Пакет помощи бизнесу охватит компании с численностью работников до 500 человек в обмен на обязательство не увольнять работников в течение двух недель. Эта помощь затронет около половины американской экономики и около 80 миллионов работников, примерно половину всех занятых. Со своей стороны ФРС, снизив ключевую ставку до диапазона от 0 до четверти процента, превратил кредиты в де-факто бесплатные суды. ФРС собирается поддерживать как первичное размещение корпоративных бумаг, так и акции, уже обращающихся на биржах, а также выдавать кредиты под гарантии администрации малого бизнеса и некоторые другие гарантии. Самое интересное, что ФРС принял уникальное решение о снижении нормы резервирования для коммерческих банков с 10% до нуля, на что эксперты справедливо заметили, а не убрать ли тогда из названия федеральная резервная система слово резервная. Кстати, необходимо понимать, что эти колоссальные суммы в триллионы долларов тратятся на поддержание бизнеса, в то время как непосредственно на борьбу с коронавирусом, как болезнью, выделено всего 46 миллиардов долларов. Еще один интересный момент. В прошлой программе мы ссылались на выступление Дональда Трампа 24 марта в эфире телеканала Fox News, в котором он призвал отменить карантин 12 апреля на протестантскую и католическую Пасху. По его словам, Соединенные Штаты, цитата, «не были созданы, чтобы оставаться без работы». Однако уже 30 марта с присущей ему последовательностью Дональд Федорович перенес окончание карантина на 30 апреля, а 31 марта предупредил нацию, цитата, «я хочу, чтобы каждый американец приготовился к тяжелым дням, которые нас ожидают. Мы пройдем через очень тяжелые две недели». Конец цитаты. Позже Трамп сообщил, что этот период может увеличиться до трех недель. Тяжелыми гирями аргументов на чашу весов жесткого карантина, согласно информации The New York Times, легли заявления группы по координации мер по борьбе с вирусом при администрации президента США. В смертных штатах может составить от 100 до 240 тысяч человек, а при неблагоприятном развитии, то есть без мер профилактики, 2,2 миллиона. Беспрецедентные финансовые вливания из бюджета и кредиты ФРС мы обсудим с финансовым аналитиком, управляющим партнером инвестиционной компании Capital Time Эриком Найманом. Добрый вечер, Эрик. Добрый вечер. Эпиграфом к нашей беседе я возьму известное высказывание Джона Мейнарда Кейнса, стимулирующие методы которого, похоже, используют сегодня ФРС. Цитата. «Рынки могут оставаться иррациональными намного дольше, чем вы платежеспособны. Сколько времени могут вести себя иррационально рынки, когда при де-факто остановившейся экономике фондовые индексы неплохо держатся?» Ну, это может длиться, на самом деле, не так уж и долго, может быть, месяц или два. Хотя, если вспомнить историю 1929 года, экономические кризисы и спад у них начался еще в февраль-март 1929 года, а рынки упали и грохнулись в октябре. Поэтому бывают истории, и как раз Кейнс именно по той истории и писал свое изречение. Поэтому, может быть, это и 6, и 7 месяцев затягивается. Но сейчас история сжалась. Все стало намного быстрее. То, что раньше происходило за месяцы, сейчас происходит за недели. Эрик, скажите, а вообще вот в таком ситуации, такой при полуработающей экономике, но больших вливаниях до президентских выборов, до начала ноября, рынки могут продержаться? Потому что, как известно, американцы все-таки обращают внимание на фондовый рынок, на уровень безработицы в момент президентских выборов. Рынок всегда играет ожиданиями. То есть, вот представьте, что вы едете в автомобиле, и у вас есть лобовое стекло, вы видите то, что там предполагаете у вас будет впереди, и есть зеркало заднего вида. Часто экономисты смотрят в зеркало заднего вида и пытаются объяснить, а что произошло у них за спиной. Вот рынок себе не может позволить такой роскоши, потому что ты покупаешь сегодня в ситуации полной неопределенности и неизвестности, и заработаешь только завтра. Поэтому приходится смотреть в лобовое стекло, но при этом все рынки едут в тумане. И, конечно же, дальше это предопределяет дальнейшее поведение. Сейчас ожидание первое, что смотрят, будет или нет повторная вспышка коронавируса, ну, в первую очередь, в Китае. То есть, мы очень внимательно следим за Китаем. Если Китай покажет, что у них будет повторная вспышка коронавируса, тогда всех инвесторов охватит просто ужас. И этот полет не остановит никто, этот полет вниз. Не остановит никто ни ФРС, ну, просто никто. Но если пронесет, если повторной вспышки коронавируса не будет, тогда следующее мы смотрим, а что же у нас в реальной экономике. Сколько уволят людей? Потому что сейчас обсуждается, уволят или 30, или 50 миллионов человек только в США. Ну, в Украине тоже это будут миллионы людей уволенных. Уже сейчас говорят об одном миллионе, но, скорее всего, и в Украине это все не обойдется легкой прогулкой. В США, например, говорят, что будет уволено от 20 до 30 процентов рабочей силы. Эрик, на какой срок? Это на месяц, на несколько месяцев, на полгода? Ну, пока увольняют временных рабочих, там, посудомойки, маркетологи, водители. Ну, то есть те, кто напрямую не зарабатывают, не приносят деньги в компанию, в бизнес. И те, кого легче всего уволить. И это увольнение, как уволили, так и могут нанять легко. Это происходит буквально в течение одной недели. А вот постоянные рабочие, это сотрудники транспортных компаний, авиакомпаний, заводов каких-нибудь, фабрик. Вот если этих людей увольняют, то увольняют уже обычно, ну, 3, 6, а может быть и 12 месяцев. То есть это уже на месяц, это уже постоянные рабочие. И вот мы сейчас смотрим именно за статистикой, будут увольнять постоянных рабочих или нет. Пока первые сигналы, ну, такие неприятные, неприятные, но еще нет статистики. Второй вопрос. В материале от 27 марта в The Wall Street Journal под названием «Коронавирус вызывает глобальную золотую лихорадку» говорится, что из-за пандемии в США возник дефицит золотых слитков и монет в свободной продаже. А банкиру с Уолл-стрит обратились за помощью к королевскому канадскому монетному двору. О чем говорит нехватка золота в США? О недоверии к доллару или о том, что действительно ждут вторую волну коронавируса в Китае, когда единственной тихой гаванью будет золото, палладий, ну, какие-то другие драгоценные металлы? Ну, это спрос со стороны населения. Нужно понимать, что обычные люди не рассуждают какими-то сложными понятиями и не выстраивают многошахматную партию, когда ты прогнозируешь свои ходы на много шагов вперед. Они смотрят очень просто. Они ведут телевизор, американцы, опять же, они паникюры. Они пошли, первое, что покупать, это оружие и разбирать оружие всевозможных калибров. Ну, и второе, конечно же, это золотые монеты и слитки, как традиционный, а на всякий случай. Но при том, что золото не является средством платежа. Но за золото вы можете, ну, вот представляете, у меня, например, мой знакомый, который давно уже уехал из нашего постсоветского пространства, он говорит, мне рекомендуют, ты давай запасайся водкой или спиртом, потому что могут настать времена, когда за бутылку водки, ну, мы помним, это в советское время было, в конце развала Советского Союза, за бутылку водки можно было много что получить. Вот примерно такой же порядок для серебряных и золотых монет. Понятно. И вот такой третий вопрос, немножко, может быть, конспирологический. Ну, считается, что Уолл-стрит лоббировал продление карантина. Не для того ли это делается, чтобы весь объем кредитов ФРС был влит в экономику, все 4 триллиона, и чтобы, как в 1929 году, весь бизнес стал должником банковской системы? Ну да, тот текущий кризис однозначно выигрывает Уолл-стрит, и она побеждает, так называемая, борьба в мейн-стрит или производственников, промышленников и финансистов. Конечно же, в ходе кризиса всегда побеждают финансисты, потому что кредиты, залоги, они находятся в их рычагах. И мы видим, что ФРС в первую очередь помогает именно финансистам. А уже 2 триллиона помощи от Конгресса, от президента, вот они направлены в реальную экономику. То есть у вас, с одной стороны, 4 триллиона от ФРС, 2 триллиона от Конгресса. Это разные вещи. Поэтому да, выиграют, конечно, финансисты. Благодарю вас, Эрик, за содержательную беседу. Это был Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok